Алексей не сразу обнаружил пропажу большой суммы со своего рабочего счета. Злоумышленник взломал и украл сначала онлайн-страницу в банке, а потом и деньги – 750 тысяч рублей. Он перевел три платежки в разные организации. Уведомления о списании средств даже не пришли. Из этих трех платежей по 250 тысяч, один из них удалось им заблокировать, потому что злоумышленник отправил на счет того же Совкомбанка. Мы быстро спохватились, они его успели 250 тысяч заблокировать. Но нам они не вернулись. По непонятным для Алексея причинам, банк после инцидента резко перестал идти на контакт и посоветовал открыть счет в другой организации. Онлайн-аккаунт предпринимателя заблокировали и сообщили, что теперь будут общаться только через полицию. Центробанки нам пояснили, что если часть денег успели удержать, то их обязаны вернуть. Следовательно, обслуживающий Алексея банк допускает ряд нарушений. Банк обязан в банк-получатель направить сообщение о том, что произошла спорная операция. И банк-получатель, если он не успел до этого момента перечислить деньги конкретно на счет получателя, он должен остановить перечисление и запросить у получателя какие-либо документы, подтверждающие, что эти деньги действительно ему предназначаются. Это ситуация, пример утечки персональных данных. Чтобы найти виновника, юридическому лицу нужно обращаться в полицию. Кража средств в совокупности с халатностью сотрудников банка. Уголовно наказуемое преступление, но эту самую халатность еще нужно доказать. Для этого нужно знать, что банк не имеет права проводить любой перевод или услугу без паспорта. Предприниматель же должен оформлять страховки, а также максимально усложнить процедуру перевода средств. Это можно сделать, если за переводы отвечают несколько человек. Многие банки предусматривают отправление банковских платежей и распоряжений по банковскому счету, сопряженное с подписью не только руководителя или индивидуального предпринимателя, но и его главного бухгалтера. То есть должно в платежном поручении или в ином распоряжении стоять две подписи, допустим. То есть какие-то дополнительные способы верификации, которые будут затруднять злоумышленнику возможность воспользоваться денежными средствами. В подобных ситуациях банк и предприниматель на равном положении обоим нужно доказать правоту. Это можно сделать только в суде. И даже если у вас есть все доказательства нарушений, нет гарантии выигрыша. Поэтому, выбирая банк для бизнеса, лучше проверить отзывы и использовать несколько способов защиты персональных данных. Полина Жданова, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. День с толком.